Судить товарищей на чашу заслуг и всех остальных зачем мне? Раф, также судить на чашу заслуг это правило, а товарищи это уже работа. Он должен воспринимать каждого как величин, величайших в поколении. Товарищи это уже любовь, а всех остальных это судить на чашу заслуг, да. А что это такое на чашу заслуг, мы это не проходили. Что такое на чашу заслуг? То, что товарищ делает, не слышно. То есть оправдывать, то есть на чашу заслуг это оправдывать, Раф, да. Каждого человека надо оправдывать, и это разве не работа каждого человека судить на чашу заслуг, Раф, в десятке ты каждого должен поднимать до высоты, до высоты, до высот. А вне пределов нашего сообщества, вне сообщества ты должен воспринимать людей, что то, что они делают, они делают правила, то есть судить на чашу заслуг. Ну вот, люди убивают друг друга, Раф, это не они делают, это Творец делает, а в сообществе нашем это разве не Творец делает? Наша сообщество ничего не делает. А Кока поясняет, не весь народ, а наше сообщество. Почему я их должен видеть как величайших в обществе? Раф, потому что высшезнания должен их видеть, потому что ты идешь прилепиться к ним и через них к Творцу. А Кока? А то, что я их увеличиваю, что это производит? То, что ты отменяешь себя? Но и их действие – это действие Творца. То есть нету разницы между действиями их и другим человеком в мире. Раф, есть разница? Конечно, есть разница. Каждый человек в мире делает то, что ему диктуют сверху, а наши товарищи делают то, что они выбирают делать, и поэтому мы должны относиться к ним как к величайшим в поколении. А Кока, товарищи разве не получают диктовку сверху? Нет, нет, Раф говорит, нет, они получают это из свободного выбора. То есть я их должен видеть как свободный выбор. То есть я их должен видеть, как будто они по своему выбору так действуют. Да. Что они цадиким, что они святые, и они делают это по своему выбору. И общество тоже. Но люди снаружи, они управляемы сверху. А товарищи не управляются сверху. Творец им дает свободу выбора, и они выбирают то, что они. То есть мое высшее знание по отношению к товарищам это видеть то, что они действуют в свободном выборе так, как они действуют, Раф, да. А если я вижу, что они не в порядке, значит, что я не в порядке. Муша, с товарищами это понятно, ты с ними работаешь, ты их покупаешь, ты их покупаешь. Но почему я должен ко всем относиться, почему я всех должен судить на чашу заслуг? Как я приду к такому состоянию, чтобы я всех судил на чашу заслуг? Что они сделали, чтобы я их судил? Творец – это высшее знание. Товарищи ты, товарища ты покупаешь. А с обществом, с окружающими, мы вообще с ними не работаем, почему я должен судить их? Из-за чего я должен получить это? Раф, если бы ты был исправлен, ты бы видел их… что все исправлены, ну это понятно, но какие этапы, как я к этому прихожу? Я же не работаю с ними, с окружающими. Раф, ты работаешь с собой, то есть я работаю с собой, через товарищей с Творцом, и это как проверка увидеть общество, или я сужу их на чашу заслуг. Раф, в конце мы должны прийти к состоянию, когда все исправлено, и нечего добавить, но все-таки есть работа с внешними или нет? Раф, твоя работа? Твоя работа? Я должен судить их на чашу заслуг? Стараться? Или я работаю только с товарищами? Раф, только с товарищами и с Творцом, и через это я проверяю, или я проверяю общество… Раф, нет, ты не проверяешь, ты просто так должен делать. Дуди, что превращает чашу суда на чашу заслуг? Что превращает чашу суда на чашу заслуг? То, что он выбирает так смотреть на мир. То есть его намерения, его взгляды – да. То есть это надо изучить, потому что ученики спрашивают… Потому что мы фронтально находимся с миром. Творец – это Творец, оставим его. А наше окружение – это наше окружение. Мы большую часть находимся с ним. И все спрашивают, как работать с внешним миром. То есть я нахожусь в десятки час в день, а с окружающими… Раф, на будущее ты постараешься всех судить на чашу заслуг. Я могу судить человека на чашу заслуг и критиковать его? Почему критиковать? Но, может, я не согласен с тем, что он делает. Смотрю на мир. У меня есть полно критики. Я могу параллельно с этим судить их на чашу заслуг. – Раф, это признак, что ты не пришел к такому исправлению, что ты видишь, что все исправлены. – Дуди, и тогда у меня единственная критика только к себе. – Да. – Раф говорит, да. – Акока, в исправлении нету разницы между товарищами и всем миром. Это одинаково? – Раф, да? – Раф говорит, это значит, что шхина… шхина открывается ему в полном виде. И тогда он и Творец. Он и Творец во всей действительности. То есть, когда появляется шхина, он уже… Это говорит о том, что он пришел к состоянию, что он привязан к Творцу. – Так почему изначально делается разница между товарищами и другими? – Раф, с товарищами ты должен взаимно работать, ты помогаешь им, они помогают тебе. – А с обществом нет. – Муша, здесь тоже работа оправдать общество. – Они не работают со мной. – Но я работаю. – Я пытаюсь, я стараюсь. – Раф, общество делает то, что ему Творец сказал. – Муша, большинство проблем человека приходят от общества, и ты должен их оправдать. – Смешно. Продолжение следует...